Добрый вечер, уважаемый Александр Георгиевич, мы очень рады. Мы это довольно большая по европейским масштабам аудитория портала Херемендик СК и других СМИ, очень рады вас видеть. И я бы хотел задать вам несколько важных вопросов и переводить последовательно эти вопросы на словацкий язык. Хтел бы сам вам положить несколько должных вопросов, а на следовании их прикладать до словенчины. Ако первое, то положим по-словенски такую незвычайную вопроску, до какой меры вам паче словенский язык? Для начала я задам вопрос немножко необычный, в какой мере вам нравится словацкий язык? Та-то речь в моем хаппене я велми пекная, я красна, мелодицкая, а вы ее правдоподобно почуете по первой красице, не во велми добром приведении, але ваша спонтанная реакция. Эта речь мелодичная, красивая, я ее очень люблю, но вы ее слышите первый раз, интересно ваша спонтанная реакция. Вы знаете, я заметил, что последние годы я все больше и больше люблю славянские языки. И вот каждый славянский язык мне открывается, даже когда я его слышу, или читаю на нем, или слушаю речь, совершенно невероятные и неожиданные стороны нашей идентичности. И в этом отношении мне представляется, что словацкий язык удивительно красивый, удивительно понятный и одновременно странный, неожиданный. Он открывает что-то, что понятно и созвучно нам, и в то же время совершенно новое. В этом, мне кажется, прелесть и загадочность, и красота. Я вас попрошу говорить более короткими фразами, но я это скусим прерасправить по-славянски. Последние роки, твердя Александр Гелевич, слованские речи остальные вязь зауймаю, а слованский язык целково слованская речь его фасцинует, а слованский язык саму сдай велми пекный, трошку загадный, а целково ма то некий иный дух, ину гудьбу. Сейчас уже вопросы по нашей теме, разутаски на нашу тему. Главный вопрос, которым занимаюсь и я лично занимаетесь, вы, начало заниматься и движение «Добрая сила», которую мы создаём в Словакии, это вопрос возможного политического объединения славянских народов. Главная оттаска, которую созауберам ай-я, созауберате доистой мерой ай-ви, созаубера ай-гнутия сила, которая возникла на славянской оттаске, можно сти политическое взъеднотение славянских народов. Насколько это реально в современных условиях и каким образом? Доакой мерой это можно за сучастных подминок ааким способом. Я думаю, что основная идея очень правильная. Я с ими своим же самотном ишлинкой велми справна. Но утверждение славянской идентичности за пределом тех народов, которые являются славянскими, сегодня как никогда требует политической фантазии, политическое воображение. Но утверждение славянской идентичности за границами тех народов, которые не суслованы днесь, вяца как кедеколы их жида исту политическую фантазию. Завершается эпоха национальных государств, которую мы знали начиная с 15 века по 20-й. Кончится доба народных штатов, которые познавляют от 15 века по 20-й. Словакия и Чехии сами недавно прекратили быть частью единого государства Чехословакии. Словакия и Чехии недавно сами перестали быть с участью единого штата, Сполучного штата. Одни национальные государства распадаются, другие преобразуются в другие наднациональные формы, как Евросоюз, например. Едни народные штаты распадают, дальше соменены, дальше наднародные формы, как Европская Уния, например. И мне представляется, что можно представить себе ситуацию, когда различные формы противостоять друг другу, не быть исключительными, а быть инклюзивными, включительными. Я имею в виду, что вполне можно говорить о Славянском союзе, не мысли его, как некоторое государство всех славян. Я си мыслим, что дастся вполне клюдне говорить о Славянском союзе, а и кеть его не будем мыслить, ако единый штат вседких слованов. Точно так же, как можно говорить о Евразийском союзе, который не будет присутствовать одно государство. Так и сто сада говорить о Евразийском союзе, который не будет едным штатом. Или о православном союзе, который тоже будет наднациональным. А либо о православном взвесе, который тоже будет наднародный. И все эти формы объединения, сближения, они должны быть исключительными. А вообще-таки эти формы изъеднотения, а сближения не могут быть эксклюзивны. Есть такое понятие, как европейский регион. Экзистует такие поэмы, как европейский регион. Мне кажется, очень интересная вещь, потому что он может объединять людей за пределами национальных государств. Я думаю, что это очень интересная вещь, что он может объединять людей за границами народных штатов. И у славян, безусловно, не только язык имеет общие корни, но и многие культурные, психологические, исторические связи есть. Но слова не имеют, языки имеют сполочные корни, но имеют огромное культурное и историческое союзание. И поэтому идея Славянского союза, в рамках которого славянские народы могут более тесно друг с другом общаться, лучше друг друга знать, проводить совместные социальные, политические, исторические инициативы, все это может быть чрезвычайно содержательным, новаторским, но для этого надо создать специальные новые формы. А притом Мишненко Славянского звезда, где славянские народы будут сазближивать культурно-экономически иным способом, я вэлми зауймава, ма добрый оксаг, але притом усе савитворить акесси специальной формы. Я задам сейчас вот такой вопрос. Вы практически главный идеолог Евразийского союза с точки зрения геополитики. Вы специалист по геополитике, насколько я знаю, Вы возглавляете академию, если я не ошибаюсь, или вот какую-то организацию научную. Есть центр геополитических экспертиз. Центр геополитических экспертиз. Вот для словаков и чехов, которые будут смотреть в основном это интервью, для них Евразийский союз это практически непонятное. Не то, что непонятное. Здесь СМИ ничего не объясняют. Никто об этом... СМИ просто игнорируют эту тему. Если бы я вас попросил в нескольких словах объяснить нашим зрителям, что такое Евразийский союз. Переведу это. Наши дивации, чесы, а словацы, яднодухо, не разумею тому, что Евразийский союз. Не могу отказать, потому что в медиа ничего не коммуникают. Я вас попросил в некоторых веках высветить им в Коцке, что моментально Евразийский союз, что-то знамена. На территории Российской империи Советского союза задолго, за многие столетия до возникновения Российской империи всегда существовало в той или иной степени цивилизационное единство. На уземе Советского звезда Русской империи вжды экзистовала до той лабуистой меры цивилизационная еднота. Разные народы стояли в центре этого единства. Разные народы стали в устрете той и той едноты. Когда-то это были скифы, сарматы, потом тюрки, монголы. Некогда это были скифы, сарматовы, тюркские народы, монголы. Одну секунду, я только отвечу на телефон. Алло, сервуслава. Сейчас ничего награду на видео. Когда мы можем заставить по тебе. Я перевел эту часть, так что прошу вас продолжать. Он то приложил эту часть. Оно. В какой-то период в центре этого пространства стали славяне, которые постепенно объединили гигантскую территорию Евразии в составе единой, единой цивилизации. В някой это бы в центре то, кто зъеднотенне стали славане, которые зъеднотили обровскую территорию Евразии ако самостатну цивилизацию. И это гораздо более древняя форма цивилизации, нежели только Российская империя или Советский Союз. Это велосстарша форма цивилизации. Говорим о слованской цивилизации, ако Русская империя малабо Советский звезд. И отличается эта цивилизация и от Азии, то есть от Китая, от Ирана и от Европы, Западной Европы. Как когда мы говорим о построении Евразийского Союза, мы говорим о воссоздании на новом историческом этапе этого древнего цивилизационного единства. А кэти говорим о вразийском звезде, мы говорим о новом от В введение их родины на следующем этапе в ví XXX цивилизативном. Царское империе была поставлен на православие, а русский монархия. Советский союз на идеологию. Менериум. Коммунистической. А вот Евразийский союз строится на принципах цивилизационного единства, которая объединяет и славянские народы, православные народы и тюркские народы. Евразийская цивилизация среди других цивилизаций. Это мысленно евразийская цивилизация между иными цивилизациями. Как самостоятельная цивилизация. Но цивилизация не имеет таких прямых границ, границ линий как национальные государства. Но цивилизация не имеет таких прямых границ линий как национальные штаты. Поэтому на Западе, от Западной Европы, этот Евразийский союз объединяет широкое поле Восточной Европы с двойной идентичностью. При тот тентозвезд может соединиться в этой широкой поле Восточной Европы, которая имеет двойную идентичность. Я позволю себе более конкретно остановиться на этом месте, потому что как западные славяне и южные славяне, если еще точнее, скажем, балканские славяне, как они в вашем понимании входят в это цивилизационное пространство? Ако западные славяне, че су поляцы, чесы, словацы, словинцы, а южные славяне, власне, балканские славяне, каким способом они мают, каким стягом к тому цивилизационному преистору? На самом деле, как раз та территория, которую занимают западные славяне и южные славяне, она принадлежит к тому полосу, к той полосе, которая представляет собой цивилизационную границу. И вот эта цивилизационная граница, это то, что разъединяет и то, что соединяет. Соединяет, потому что славяне и поляки, и славянцы, и болгары, и македонцы, и чехи, и тем более сербы, имеют очень много общего и с русскими, и с белорусами, и с украинцами. И, с другой стороны, каждый из этих народов имеет свои особенности. Кто-то протестант, кто-то католик, кто-то ближе ориентирован, например, болгары, на центральную Европу, на Германии, а кто-то, как сербы, представляет собой просто европейское или балканское здание России. Ну, негде я протестант, негде я католик, негде, а кто-то, как сербы, например, представляет нечто о балканской версии русской. И в этом отношении возникает вот эта двойная идентичность славян, западных славян и балканских, и южных славян. С одной стороны они евразийские, а с другой стороны они уже часть Европы, западной Европы. В том-то возникает двое-то идентичность южных и западных славян. На одной стране они с евразийские, на другой стране с участием Европы, западной Европы. Вот здесь еще более такой уточняющий вопрос. В Словакии, Словакия это уникальная страна, где живет народ, который верит в славянскую идею, в объединение славян. Верит на протяжении веков, подчеркиваю. Вот, это уникальный феномен, о котором я хочу рассказывать и нашим русским читателям. Вот, насколько объединение это вера, она непоколебима у словаков. С ней ничего нельзя делать, они просто в это верят, как верят в Кирилла и Мефодия, как верят в Бога. Это примерно подобные категории. Вот, как вы им объясните, потому что они спрашивают, как же славянам объединиться? Это постоянная тема наших бесед. Что бы вы им сказали? Я переведу это. Словенская краина уникатна в том же, что Словакия науза верит в съеднотие славянного слованства. Это я не познам иный приклад. А вела наших читателей, до неконечно, о том говоре, дискутуе, а та оттаска на коллегу, на пана Дугина, ежа, аку би он реаговал висветлый, або та оттаска, аку зъеднотие славянов, науза и пресловако, е носна, ето с участью в народной идеологии. Я был вам утвержден, что Россия, как самостоятельный геополитический субъект, как евразийская цивилизация, обладает настолько сильной идентичностью, что если говорить об объединении вместе с Россией этих славянских народов, всегда это будет лишь ничем иным, как продолжением России, или, как было в Варшавском блоке, продолжением Советского Союза, и тогда отдельные, отличные от русских идентичности славян просто придут к тому же самому, что мы уже проходили. Иными словами, здесь очень важно найти пропорции в объединении славян. Это должно быть такое объединение, чтобы Россия в нем не была единственным полюсом притяжения, единственной идентичности. Это очень важная мысль. Пан Дугин говорит о том, что Русску, как так сильная цивилизация, которая имеет так сильную идентичность, как то объединение славян соусскутно под ведением Русска, сполу с Русском, всегда будет в том доминировать, всегда будет однодушно притягивать то к себе, а будет некое покрачивание того, что было в своем часе Советский звез. А то объединение слованов нужно найти справа пропорции, потому что славянские народы Западной Европы, попри сильной Русску, будут цитить огрозены в своей идентите, а будут реально эту идентичность тратить. Так же, пан Дугин говорит о том, что однодушно нужно найти справную пропорцию, чтобы этот единственной цивилизации первых функций, но чтобы славянские народы Европы не цитилися, доткнули в своей идентите. И с другой стороны, если славянские народы будут слишком интегрированы в Западную Европу, возьмите другой момент, тогда они отойдут от России, но тогда они постепенно будут утрачивать свою славянскую идентичность. То есть здесь движение в сторону Европы, оно в принципе на самом деле тоже совершенно разрушительно. А и на другой стороне, как славянские народы прилижутся сближе с Европой, они будут тратить ту свою закладную славянскую идентиту, а таким способом дастся говорить, что и то, что сближение с Европой есть достаточно деструктивный элемент в жизни западных славанов. И вот здесь как раз нам нужна третий путь, третья славянская идея, не европейская и не русская. А тут мы потребуем ту третью цесту, ту третью славянскую идею, а не европскую, а не русскую. Вот если мы посмотрим на поляков, то они все-таки стремятся воплотить в себя Европу в славянском мире. Это их миссия. Они называют себя Христом Европы, пострадавшим от русских как раз. А позорами на поляков, они с нас же ускуточнить ту европскую визию, они говорили о себе, что они с ежишем Европы, который стал терпиодрусом. А если мы возьмем сербов, то это просто мы сами, это наши. Вот для нас ближе всех, конечно, и славян сербы. А как забереме сербов, то то сувласне мы, а котаки, они нам наиближше за все таких слованов. И может быть, поэтому, я просто гипотезу, предположение делаю, может быть, как раз Словаки находятся в том положении, в котором они находятся в равновесном состоянии. Они и близки и к России, и к Европе. Они не представляют собой ни самый европейский, и ни самый прорусский полюс. И то, что вы сказали, господин Килименник, очень, на мой взгляд, глубокая мысль заложена, мы ее мало знаем, русские, о том, что объединением славянства, инициаторами создания славянского союза вполне могут быть другой народ. Мы не можем быть ни поляки, ни русские. Может быть, Словакам как раз и дана эта миссия объединить славян, славянский союз на особых основаниях. А право тут хочу сказать, что то, что вы сказали, имеет очень глубокий признан, что можно право словаций, которые не были не слишком европскими, а не слишком русскими, с теми, которые ведут эту славянскую идею сформулировать, что это не будут они поляцы, они србы. Вот я со своей стороны добавлю, я додам за свои страны. Словакия, а я здесь живу 26 лет, это народ европейского образа жизни, это народ европского способа живота. Это бывшая часть Австро-Венгрии, это бывшая часть Ракуска-Угорска, со всеми культурными атрибутами этой огромной империи, со все такими культурными атрибутами Токтовелка в империи. Но, с другой стороны, это люди абсолютно славянской души, а на другой стороне это люди абсолютно славянской души, которые славянство воспринимают на протяжении тысячи лет как единственную форму самоопределения и самоидентификации. То есть, славянство на тысячу сроков простиха, по какой единую форму себе урчения, себе идентификации. Поэтому мне очень нравится эта ваша мысль, сами волны пачи, это ваша мысль, а я задам еще последний вопрос, который тоже нас очень глубоко интересует. Положим, я еще один вопрос, последний, в той той беседе, которую урчите. Не будя последней беседы, зачинам и беседовать с паном Дугиным, а за хвилом увидим и в Брате Славе. Также, не надо переводить то, что я сказал. Это вопрос о духовном объединении славян на основе общего понимания добра и зла, которое отлично от многих других западных народов. И это оттаска о духовном зъеднотении славана, у которой маю сполочный хапанье добра, а зла, которая вам не отлична от многих иных западных народов. Я уточню, в чем принципиальное отличие, я упресню, в чем принципиально засада. Такие западные народы, как англичане или цивилизация, как англосаксы, на протяжении тысячи лет считают возможным, необходимым и обязательным убивать представителей других народов ради своей выгоды. Не надо переводить, но слова к мусим приложить. Такие-то народы англосаксы, англичане, например, по тысячу сроков поважают за можно, невигнутны, потребны забиять представителей иных народов вмене властной выгоды. А я думаю, что кардинальное отличие славян в том, что они ради как угодно понятой своей выгоды никогда первую заповедь христианства не убей, сознательно не нарушали. А я си мыслим, что слованья салиши правы тем, что нигде вменят свои властные выгоды а каковык мы их будем охапать, они то-то нигде не прияли а как концепт, то враждение иных, де-факто, то и таки идеевый расизмус, и к которым супресягнуты иные цивилизации, поем, дипломатические. Слованом я битосне, битосне, цудзи, а в том, в том, я видим в том засадный раздел между слованской цивилизацией и западной. Не перевожу, потому что вижу, что вы понимаете. Я думаю, что это очень интересная мысль. Семистом же это заумевая мысль. Конечно, здесь надо быть реалистами. Но нужно быть реалистами. Мы, конечно, мы не построили свою государственность русскую уж точно, но и болгары, и сербы, и все остальные и поляки, если бы мы были уж слишком миролюбивыми. Мы бисме не вытворили свой штат, а не мы, ни сербы, ни поляцы, а если бы были прилиж меру миловны. Поэтому мы тоже у Славяне прекрасные воины. Смисловане тоже мы велми добрые вояцы, боевницы. Но я согласен с двумя вещами в том, что вы сказали. Но согласен с двумя вещами из того, что вы сказали. Нам глубоко чувствует расизм во всех формах. Нам глубоко судзий расизм в какой-либо подобии. и не только расизм биологический, как у Гитлера, или колониальный расизм, но нам глубоко чуждо представление о том, что наши ценности являются всемирными и всеобщими. Но не ибо биологические или генетические, но нам есть судзе представить, что наши годности целосветовые, что они универсальные, глобальные. Мы знаем свое, но мы не отрицаем чужого. Мы познаем властное, но мы не негуем судзе. Мы инклюзивны, а не эксклюзивны. Мы инклюзивны, не эксклюзивны. И второй момент, подтверждающий вашу идею, мы все-таки славяне, все социально хлебопашцы, мы крестьяне. А та другая вещь, которая подвердит эту мышинку, мы социальны, мы рольницы, мы люди, что работают на земле. И наш культурный код, наша идентичность, это идентичность людей труда, сельского труда, они войны, не скотоводчества, не торговля. Мы в первую очередь люди земли. славяне. Мы люди земли, наша идентичность полного господарства, идентичность рольницей работы, мы люди работы, не полевницы, не ховатила добитку, а не идентичность добивателем, не идентичность войны. Вот здесь я еще раз скажу более точно, славяне не так завоевывали другие территории, чем Запад. Я думаю, что в этом согласитесь. Я согласен. Жасловане иным способом территории си припаяли ако Запад а пан коллега Дугин с тем с унаси. Есть два типа империй. Империи запутные и морские. Су два другие империи. Империи ако же поземская аморская. Морские империи создают колонии. Морские империи витворяют колонии а выкористят их. А так возника расизм. А с поземские империи, где те земи, которые припажают, ставят их провинциями. Но разница между центром провинцией не аж так великой и там и там живет истой народ. Это две формы организации одного велкого пристора. А при Слованов самозем близко позем империя форма распорядания. Или российская или астроимперская. Будь русская, а будь иракусско-угорская. И даже османская. А до конца османская. империя империя отношение к инородцам, к другим кроме терак, было достаточно взвешено. И вот эта специфика организации разных этносов в одном большом пространстве, это очень понятно и близко как раз славянской психологии. А то специфика организации разных этносов, разных народов в одном присторе прямо близко слованским народам. Но вот эта черта в значительной степени сухопутная черта сухопутных империй свойственна и другим европейским народам, особенно континентальным. А в современной Западной Европе доминирует увы как раз та англосаксонская модель колониальной морской империи, о которой вы говорили. В Сучастной Западной Европе к не счастью доминует правит англосакский модель колониальный морск-колониальный морской ришей, о котором говориме. Но есть и другая Европа, которая гораздо ближе к нам славян. Она не представлена в политических элитах современной либеральной проамериканской Европы. Но она сохранилась в народах Европы. Она живет в народах Европы. И наш президент Путин на прямой линии обращался через голову Поверх головы элит к этим народам Европы. И вот здесь я вижу очень важную роль Словакии. Словаки не должны выбирать между Европой и Россией. Словакии не должны выбирать между Русским и Европой. Они должны выполнить Слованскую миссию внутри Европы. И их союзники будут коренные народы Европы, сухообудная Европа, континентальная Европа. И их союзники будут коренные народы этой поземской Европы, континентальной Европы. И вот в той Европе, о которой говорит Путин, от Лиссабона до Владивостока. В той Европе, о которой говорит Путин, от Лиссабона аж по Владивосток. Этническим центром вполне может быть Словакия. Тим этническим центром может быть право Словенско. То есть, как правило. Ако бод равноваги. Я думаю, что первой крат, правдоподобно, наш коллега и приятель Александр Дугин почитает Словенскую речь, но абсолютно без намаги разумеет тому, потому что так, как я, познает старословенщину, а университное взделание. Так что то, что говорим, сейчас прикладать не будем. А за хвилу пан Дугин, так как недавно пан Стариков, что нас навстывал, начнет разуметь по-словенски. Так что я хочу вам по-словенски 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 за этот разговор. Стя очагавлены и витаны в Братиславе. Не можете представить, сколько людей вас читают на Словенску а в Чехах на вебе. Стя популярная особенность. А именно мы, как уникальный портал, аж так мы вас много не прикладали, что за хвилу направим. Так что очень спасибо. А мы увидимся с вами в Братиславе за хвилу. Благодарю вас.